здравствуйте друзья мы с вами давно не смотрели что тут происходит у нас на бэк-ярде на даче санта-круз так вам общую панорамку кусты видеть как они уж тут годик как разрослись то красавцы так они практически закрыли этот забор с той стороны там видите которые пониже такие более зеленые их пришлось пересаживать те что-то там погибли я уже не помню из-за чего вот и я то на самом деле хотел вам больше показать лимонный куст это мое такое детище если бы я делал видео на наш конкурс хорошо то я бы этот куст бы снимал вы видите что он цветет писаете вот уже сентябрь там сегодня начало сентября а лимонный куст цветет и мало того что он цветет проказник он уже весь в лимонах вы знаете и они такие зеленые и очень интересно наблюдать как растут два лимонных куста одинаковые смысле хочет породы ну в общем одинаковые кусты сорт сорт лимонов тот же самый и как они растут в саневе или буквально 40 минут езды отсюда в кремниевой долине там где мы живем и вот тут возле океана вот значит там уже мы снимать начали эти лимоны то что они уже такие большие там ну не все но пара в разную в разное время созревают но они большие красивые этот паутинка смать как видно вот желтый там был один совершенно идеальный вот то здесь они отстают в своей зелености как бы в воспеваемости очень сильно отстают здесь все-таки прохладнее существенно прохладнее так что вот такая так такой у нас кустик вот эта галечка то которая тут насыпана камешки вот ведь какие я нашел в них одно замечательное качество которое сейчас вам продемонстрирую состоит она в том чтобы по этой галечке ходить босиком ну знаете когда вот например вот я ведь я пошел когда совсем босиком то мне лично немножко даже больно вот а когда так в носках вот я в нас к носках иду то как бы уже ничего и такой найти приятный такой массаж стопы так что вот когда приедете в гости мы с вами значит пойдем делать массаж стопы путем хождения вот по этим самым камушком ну те из вас кто помнит как тут все было значит здесь металлическая сетка и сделано так чтобы эти гоферы суслики видимо да я не помню как переводится вот эти гоферы чтобы они здесь не лазали а вот тут пожалуйста вот видите здесь ничего нет вот тут земля и и вы видите как эти гоферы тут безобразничают хотя то что вы видите это уже немножко это привели в порядок так оно было более таким жутким вот тут люди приходят ухаживают они присматривают пока мы с вами друзья ходим босиком по значит бакьярду по камушкам светлана значит что делает рыбку рыбку салмана режет . скажи пару слов какие трансформации произошли с этой рыбкой вот под твоим руководством ну я вчера сделала рассол так купил свежую рыбку рассол это как рассол это соль вот и немножко так я добавила еще коньячка туда чуть-чуть так уже нам сказали что он уже коньян то есть рыбка пьяненькая так коньячка добавила еще добавила знаешь что вот эту вытяжку из грейпфрута из семян так эссенция такая да у нее антисептическое действие поскольку рыбка тоненькая такая то она в общем то я вчера где-то поставила ее может быть ну вот сутки она где-то можно сказать рыбка малосольная она действительно малосольная я боялась очень пересолить и в смысле передержать потому что рыба забирает соли не от количества соли от времени сколько она солится поэтому можно сделать рассол очень соленым но просто она будет солиться быстрее а вы друзья сейчас не трогая рыбку пойдем на farmer's market как раз сейчас довольно рано и мы посмотрим как там с утречка что делается